Всемирный день отказа от курения. Таких дня в году два. Они отмечаются в последний день мая и в середине ноября. Всемирные организации здравоохранения и другие медицинские и общественные организации привлекают внимание людей на планете к тому, насколько пагубно действует табакокурение. Причём не только на тех, кто курит, но и на окружающих. День отказа от курения был учреждён 45 лет назад американским онкологическим обществом с целью профилактики рака лёгких. Однако табакокурение – основной фактор риска многих заболеваний, в частности, хронической обструктивной болезни лёгких. Об этом мы будем говорить сегодня. В студии у нас Елена Поступаева, иммунолог-аллерголог. Елена Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот у нас ноябрь, две даты – день отказа от курения и всемирный день борьбы с хронической обструктивной болезнью лёгких – они прям практически друг за другом идут. Наверное, не случайно? Ну это не случайно. Хочется остановиться на первом дне – это день отказа от курения. И, пожалуй, это единственная тема, мне так кажется, которая имеет два дня по решению Всемирной организации здравоохранения. Это не случайно, потому что курение оказывает настолько мощное негативное воздействие на организм, что, пожалуй, даже, наверное, следующее могут быть только наркотические вещества. Ну вот, Елена Геннадьевна, когда говорят о табакокурении, ну прежде всего говорят о риске развития лёгочных, заболеваний лёгких. Вот говорят про рак лёгких, про хроническую обструктивную болезнь лёгких. Только ли на лёгкие влияют? – Нужно сказать, что когда мы говорим о курении, то мы всегда делаем акцент на возможность развития онкологических заболеваний, ведь онкологи первые предложили, не кардиологи, а онкологи. Но здесь нужно сказать, что мы можем видеть, что ни один орган, ни одна система не остаются безразличными к воздействию табакокурения. Здесь речь идёт не только о никотине, который входит в состав табака, но при горении табака выделяется огромное количество токсических веществ, которые влияют на всё от того органа, через который первично идёт попадание. Это слизистая ротовой полость, это зубы, это глотка. Далее желудочно-кишечный тракт с формированием хронических заболеваний, и онкологии – это лёгкие, это сердце, конечно же, это абсолютно все сосуды. Это сосуды нижних конечностей, когда мы видим гангрену, развивающуюся на фоне облитерирующего атеросклероза нижних конечностей. Это сосуды головного мозга, когда пациенты длительно курящие, теряют свои мыслительные функции. Это орган слуха, когда развивается нейросенсорная тугоухость, потому что нарушается кровоснабжение. Это почки, это репродуктивная сфера, это мочевыводящая система, через которую идёт вывод этих веществ, попадающих в организм, заглатываемых желудочно-кишечным трактом. Это кишечник, это раки прямой кишки, раки мочевого пузыря. Это невозможность иметь детей, то есть бесплодие, как женское, так мужское. И вот исходя из этого воздействия, это просто катастрофическое воздействие на организм. И, конечно, это проблема глобальная для организма. И дело не только именно в никотине, который убивает лошадь, как мы все знаем, а ещё, наверное, в других каких-то веществах. В чём? Что же конкретно действует? Конечно, там и синильная кислота, и бензолы, и все токсические вещества. И пульмонологи, и кардиологи сравнивают состав дыма сигареты горящей с горящей помойкой. И нужно понимать, что ежедневно даже одна сигарета, две сигареты. Пациенты говорят, ну и что? Одна – это ничего страшного. Но это всё равно, что ежедневный приём алкоголя, но причём там количество токсических веществ значимо меньше. Вряд ли кому придёт в голову один или два раза в день зажигать урну и наслаждаться этим. Запахом горения. Елена Геннадьевна, а вот есть такие некоторые мифы, да, уже более современные, наверное, мифы нашего времени. Сейчас не только же сигареты, да, то есть сейчас есть различные устройства, которые вроде бы не пахнут, вроде бы и дыма от них нет. Есть другие источники, да, получения удовольствия через курение. Вообще, вот, может быть, это менее вредно? Это не менее вредно, это всего лишь дело времени, когда будут исследованы последствия вдыхания всех веществ, которые образуются в этих современных курительных гаджетах. И для того, чтобы мы пришли к пониманию вот такого воздействия сигарет на организм, потребовалось время, и время наблюдения за пациентами, время исследования состава дыма. То же самое происходит и здесь. Но проблема в том, что покуда идёт исследование учёными и медиками, что же происходит, человек курит, и когда результаты получаем спустя 10, 15, 20 лет, мы имеем последствия, и ожидаемые последствия от курения новых гаджетов, они даже более серьёзные, чем от курения аналоговых, так называемых, простых сигаретов. Ну да, и мне кажется, что когда человек вот использует эти гаджеты, он, наверное, ну, ему самому кажется, что да ничего страшного, да, и, может быть, вот это вот ослабляет вот тот самый, да, механизм, что... Ну, маркетинговые ходы, нужно понимать, они работают, психологическая психология продаж, она работает, это красиво, это вроде бы и не пахнет, но это имеет отдалённые последствия, они будут значительно тяжелее, чем курение табака. И вот, к сожалению, эта речь идёт сейчас у молодых людях, это же кажется, что это там, далеко, это не у меня, это у соседа или у кого-то другого, но когда в 45-50 лет случается катастрофа с организмом, здесь уже, как правило, поздно профилактировать проблемы. Их приходится решать, решать очень дорого, решать приёмом, ежедневным приёмом не очень дешёвых препаратов, и не всегда эти препараты отпускаются льготно. Например, хоббл – это нельготное заболевание, поэтому последствия приходятся. Мало того, что пациент всю жизнь тратит деньги на приобретение своей смерти, далее он тратит деньги на попытки нивелировать хоть как-то, хоть как-то улучшить жизнь, и не всегда это получается. Потому что одышка, которая возникает на фоне тяжёлой хоббл, это самый тяжёлый симптом в терапии. Анализирующие препараты есть, и можно удачно обезболить пациента. Вот с одышкой бороться гораздо тяжелее, и это всё очень сложно. Ну вот мы плавно переходим к хронической апоструктивной болезни лёгких. Действительно ли курение, вот табакокурение является таким одним из главных факторов риска? Да, это один из главных факторов риска. Если это идёт сочетание с профессиональными какими-либо контактами или с горением биологического топлива, например, уголь или дрова для отопления жилья, всё это будет усиливаться и происходить гораздо быстрее. И кажется, ну, в 35, наверное, хоббл нет. Да хоббл есть в 35, потому что если ты начал курить в 6 классе даже по одной, то к 35 ты уже имеешь очень большой продолжительный стаж курения. И у людей предрасположенных, у кого в родне есть родственники, страдающие лёгочными заболеваниями, там этот процесс происходит гораздо быстрее. Вот мы имеем в 35 проблемы. Человек молод, а у него дыхание не позволяет ему осуществить те физические нагрузки по профессиональной деятельности, по жизни. Поэтому это всё очень важно. Ну, даже элементарно, если там, да, ты поднимаешься на третий, на пятый этаж и не можешь дышать, то о каком качестве жизни, ну, можно представить, как страдает человек? Да, третий этаж лифт, например. А если тебе 35 и принято решение о воспроизводстве, репродукции, у тебя ребёнок, с ним бы поиграть бы в футбол. А не поиграешь. А не поиграешь. А не поиграешь. Винна Геннадьевна, ну вот мне кажется, что вот ещё опасность хоббл в том, что вот в самом названии абструктивная болезнь. То есть действительно лёгкие не восстанавливаются после него? То есть вот в чём вот именно, может быть, не то что опасность, а вся трагедия этого заболевания? Дело в том, что там, в отличие от бронхиальной астмы, необратимый компонент этой абструкции. То есть если сформировались пневмофиброзы, то они не уходят. Здесь мы можем затормозить заболевание на той стадии, на которой мы её выявили. А проблема хоббл в том, что бронхиальная астма – это ярко протекающее заболевание, и, как правило, пациенты быстрее обращаются. Здесь при астме ведущим симптомом является удушье и кашель. При хоббл симптомы, кашель не берётся во внимание, я курю, это должно быть. А вот когда дышка мешает профессиональной или бытовой деятельности, люди приходят, но это уже стадия 2 или 3. Поэтому в этом случае задача врача и мотивация пациента для прекращения курения в первую очередь. И затормозить, ведь мы теряем скоростные показатели работы лёгких с возрастом, каждый из нас. И задача – затормозить именно на той стадии, на которой выявлено улучшить, но требуется усилие. Инна Геннадьевна, ну вот, наверное, завершая разговор всё-таки о табакокурении, сегодня завершая об этом разговор, всё-таки кто из специалистов помогает бросить курить? Понятно, что вот Марк Твен говорил, бросить курить легко, я делаю это сто раз. Но, видимо, если он делал это и сто первый, то явно сто раз у него не получалось. Это кто? Это обязательно врач-нарколог или это может быть даже врач-терапевт дать какие-то рекомендации? Ну, во-первых, все терапевты и узкие специалисты во время прохождения курсов усовершенствования проходят эту тему «Мотивация отказа от курения». И на каждом приёме любой специалист обязан задать вопрос о факторах риска своего заболевания, в том числе и о курении. И на каждом приёме должна быть мотивация по отказу. Кому-то достаточно разговора один раз со специалистом. Если будут доводы очень убедительные и мотивация будет создана достаточная, то пациент может и с терапевтом решить этот вопрос. Но у нас есть специализированные учреждения, врачи-наркологи, которые по определённым методикам помогают отказаться от курения. Но при этом нужно понимать, что для начала выявляются заболевания хронические, которые имеются у пациента и которые могут обостриться на фоне отказа от курения. Здесь совместная работа терапевта и нарколога. Ну, конечно, потому что это, хоть я сейчас скажу, привычка, но это уже давно не привычка. То есть оно настолько встроено вообще в систему, в жизнь, в жизнедеятельность организма. В биохимии устроено, это симптомы отмирные, они выражены очень. То есть дело не только в силе воли или вот хочу-не хочу, а это действительно процесс сложный, поэтому, понимая всё, есть методики, которые помогают это сделать. На сегодня разговор завершаем. В качестве анонса хочу сказать о том, что в ближайшее время в нашей программе «Школа здоровья» мы проведём такую специальную школу для людей с диагнозом хронической обструктивной болезни лёгких. Конечно, мы будем говорить и о профилактике, и о том, как люди живут с этим заболеванием, как они лечатся. Так что будьте с нами, мы продолжим об этом разговор в следующих программах. В студии у нас была Ирина Поступаева, врач-имонолог-аверголог поликлиники номер 3.